Вернулись в свои вольеры звери тбилисского зоопарка. Сегодня он открылся после реконструкции. Напомню, в начале лета зоопарк пострадал из-за мощнейшего наводнения. С питателями вольеров поближе познакомилась моя коллега Мария Балквадзе. Макару Биташвили с сыном на открытие обновленного зоопарка пришли одними из первых. До того, как наводнение разрушило парк, семья часто здесь гуляла. Мы совершенно случайно узнали об открытии зоопарка. Конечно же, примчались сюда, ведь мне приходилось постоянно что-то придумывать, чтобы развлечь сына летом. Тбилисский зоопарк серьезно пострадал от стихии в начале лета. Из 600 обитателей выжили меньше половины. Некоторые животные оказались на улице. Одних удалось спасти, других пришлось убить. Так, например, спецназовцы были вынуждены застрелить любимца горожан белого льва Шумбу. Он стал опасен для людей. На уцелевшей части зоопарка все лето шла реконструкция. С территории вывезли несколько тонн мусора. На восстановление зоосада Мерия выделила миллион долларов. Сегодня результаты трехмесячной работы лично оценил градоначальник. После первых же дней стихии мы начали расчищать территорию. Часть вольеров восстановили. Было много сделано, чтобы порадовать детей, вернувшихся с каникул в город. Правда, часть зоопарка настолько сильно пострадала во время стихии, что ее восстановить не удалось. С питомцами все это время работали специалисты, ведь многие животные перестали есть и гулять. Не общались друг с другом. Только один обитатель перенес происшествие без последствий. Справиться со стрессом смог ставший популярным во всем мире бегемот по имени Беги, так как вода его стихия, а наводнение совсем не повлияло на его настроение. А наоборот, он счастлив и питается нормально. Сейчас животное поместили в вольер для слонов, где он и проведет зиму. К весне 2016 года в зоосаду появится еще 150 питомцев. Их передадут в зоопарки разных стран. Мы решили привезти тех животных, которые легко переносят зиму, и им не требуется теплое помещение. Это была основная критерия. В планах у администрации построить новый зоопарк. Он появится на территории Тбилисского водохранилища. Туда и переведут всех животных. А на месте старого создадут рекреационную зону. Несмотря на все трудности, в летние месяцы в зоопарке появился малыш. Это девочка-олененок, которую назвали Пира в честь героини греческого мифа.